Сейчас переведем, секунду, тут еще есть новости, очень интересные, это уже прямо возле самого моста снимают, так, секунду. Обрушился потрясающий мост. Весь ключевой мост в гавани. Мост Фрэнсиса Скотта Ки погрузился в воду за одну ночь после того, как в него врезался грузовой контейнеровоз. Я хотел знать, что это был захлопок. Корабль врезался в ключевой мост и затонул. Моя... Какую воду? Компания Synergy Main Corporation заявила, что оно столкнулось с опорой моста, и все члены его экипажа, включая двух пилотов, были учтены. Судно, как сообщается, потеряло мощность, находясь в воде. Этим утром с восходом солнца поисковые группы продолжают искать выживших в воде, в то время как район Балтимора оправляется от крупного обрушения. Том, мы знаем, что в воде действительно были автомобили, как указал тот чиновник. Погода очень холодная. Так что если в воде есть выжившие, как долго они могут безопасно оставаться в таких холодных условиях? Да, в воде 4045 градусов, а снаружи прямо сейчас, где мы находимся, 32 градуса. Мы связались с университетом Миннесоты в Дулуте, и они говорят, что примерно через 7 минут, если вы окажетесь в воде, у вас начнется истощение. А затем, если вам повезет, если у вас есть плавучие льдины, если у вас есть правильное снаряжение, вы сможете продержаться в течение часа. Так что сейчас прошло уже несколько часов, почти 6 часов с начала этого эпизода. Выживаемость на самом деле может быть очень, очень сложной задачей. Но вертолеты продолжают искать в воде какие-либо признаки выживших. И это всеобщая работа на палубе, с точки зрения властей Балтимора и штата Мэриланд. А также близлежащих округов, которые направляют массовые ресурсы в этот район, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы оказаться в воде. Давай поговорим, если можно, об этом грузовом судне. Ранее мы с тобой были в эфире. Мы даже не могли разглядеть в темноте, был ли корабль все еще на плаву. Теперь мы видим, что это так. Нам сообщили власти, что экипаж остается на судне, в том числе, предположительно, пилот этого судна. Как теперь будет выглядеть расследование? Насколько я понимаю по закону, если вы путешествуете по этим очень сложным водам в гавани Балтимора и Чесопикском заливе, вы должны иметь местного морского пилота на борту. Потому что это так сложно. Мы даже можем прокрутить видео о том, за мгновение до того, как он врезается в эту конструкцию, в эту ключевую часть пилона моста, корабль выглядит темным. Похоже, что он потерял мощность. Да. И был один отчет о том, что он действительно потерял мощность. Начальник пожарной охраны говорит, что они не будут сажать людей на борт этого корабля до тех пор, пока не прыгают. Так, ребятки, сейчас я вытаскиваю карту определенную в телеграм-канал свой, в Техасе, в России. Тут, значит, пишут о том, что это была огромная инфраструктура. Это огромный коллапс для инфраструктуры США. Ребята, это может быть такое совпадение? Это я читаю сейчас в Твиттере, и я сейчас переправлю это в мой телеграм-канал, и мы там будем разбирать уже оттуда. Они говорят, что порт Балтимора – это главный порт, который служит Балтимору и Вашингтону, Д.С., округ Колумбия. Все доставки кораблями севера от моста, они полностью сейчас попали в ловушку, они не могут выехать оттуда. Ни одного, ни один другой контейнер-перевозчик не может выехать. Туннель показывает, значит, есть еще один там туннель, но у него очень низкая разрешимость по высоте, они не смогут в другом месте проехать. Это мост был построен годами, строился, с 70-х годов строился для того, чтобы по нему шел тяжелый трафик дальнобойщиков. То есть вот эти вот крупнокалиберные грузы шли по этому мосту. И я сейчас выставлю карту, мы его посмотрим на канал, я подсоединю, сейчас его брошу в телеграм, и с телеграм мы посмотрим. Они показывают конкретно, как связан мост, этот связывал вот эти вот два берега Балтимора. На карте это выглядит, конечно, ужасно в том плане, что все остальные порты всего Балтимора и все остальные предприятия, которые пользовались этим путем, чтобы выйти в океан, они все отрезаны. Все отрезаны. А туда свозились грузы со всего США практически, которые шли на ту сторону Атлантического океана, туда шли все грузы, в этот именно порт. И я вам сейчас покажу карту. Действительно, знаете, как мешок с узким горлышком, где был этот мост. Мост рухнул, и все, что было, все вот эти вот портовые вот эти доки, где принимали контейнеры со всего Соединенных Штатов, со всего практически, туда, значит, свозили. Оно отрезано теперь от выхода моря. Экономические последствия будут ужасны, я вам говорю в этом плане. Ущерба, чтобы определить, насколько это безопасно. А затем им придется эвакуировать экипаж и определить, насколько судно пригодно для плавания. Однако на данный момент, похоже, все в порядке. НЦП на самом деле будет проводить расследование того, как это произошло. Но я должен сказать, что местные жители здесь потрясены тем, что этот корабль мог врезаться в один из этих пилонов. Опять же, мы не знаем, был ли у них контроль над кораблем. И во-вторых, потрясены тем, что этот мост может быть настолько уязвим для обрушения, когда корабль висит на пилона. Просто целый ряд вопросов, которые, как вы можете себе представить, Ребята, вот уже сейчас я читаю, значит, новости в Твиттере и пишут, они показывают схемы. Сейчас я тоже перейдем в Телеграм-канал, я вам покажу, что из Твиттера, что Твиттер показывает, да. Они говорят, если это был просто несчастный случай, то вот этот контейнеровоз Дели, он ударил, он нанес перфект страйк. Перфект страйк – это самый лучший удар. Это просто, то есть он такой удар нанес, это было специальное место, которое именно весь мост разрушило. Они говорят, для инцидента, для случайного случая это слишком перфект, это слишком прекрасное место, которое, ну, перфект – это перфекционист, да. То есть это просто идеальное место, куда надо было ударить, чтобы разрушить весь мост. Народ уже тут как бы не особо верит в эту случайность, серьезно. Так, задает весь город. Я хотел бы отметить, что мы находимся в непосредственной близости от 1-95, этого важнейшего коридора север-юг на восточном побережье. 1-95 открыт. 6-95, однако, закрыт. И поэтому, если вы планируете ехать вверх и вниз по восточному побережью, имейте в виду, что район вокруг Балтимора будет действительно, действительно напряженным и проблематичным с точки зрения дорожного движения. И сам порт Балтимора, один из самых загруженных в стране, будет приходить в себя после этого и пытаться определить, насколько безопасно перемещать судоходство туда и обратно. Прямые репортажи из Балтимора, когда встает солнце. Мост Фрэнсиса Скотта Ки, возможно, полностью обрушился на расстоянии мили. Ребята, вот только что новость вышла, параллельно я смотрю американские каналы, и они говорят, что уже ходят слухи о том, что была кибератака на эту лодку. То есть, специально, вот когда мы видели, что электричество пропадало, да, что не было света, уже пишут каналы о том, что, возможно, это была кибератака. Мы сейчас посмотрим этот момент. Не отключайтесь, потому что новости поступают постоянно. И мы сейчас с вами пойдем на этот канал, который говорит, что есть новости, что это была кибератака. Секундочку. Это тоже известный блогер Тим Пул. Я на него подписана, как вы видите. Миллион двадцать пять подписчиков у него. Он обычно один из первых, который тоже всякие разные новости как бы освещает. Вот, и вот у него уже выходит новость о том, что, возможно, это была кибератака. То есть, не просто свет пропал на судне, а он пропал по какой-то причине. Смотрим. Так, подождите секунду. Говорит переводчик, что еще около минуты переводит. Пока они переводят, я, значит, с вами сейчас мы сделаем, знаете что? Мы с вами сейчас зайдем на мой телеграм-канал, ребятки. Так, и надеюсь, что мне стрим не вырубит, потому что вчера у меня стрим вырубил. Я рассказывала про... О чем разговор был? Я уже забыла, о чем там был стрим у меня. Про оружие. Про оружие был стрим. И ты-ты-ты, сейчас мы зайдем на телеграмчик мой. И я вам покажу карты. Вы увидите, что там на картах происходит. Вот. И у меня вырубил стрим. Просто вообще слетел стрим полностью. Так, мой канал, кстати, рекомендую подписаться, потому что я обычно все новости выкладываю просто мгновенно. Я долго не сплю до поздна. И новости я выкладываю на канал, американские в том числе. Вот, значит, смотрите. Вот что они пишут. Американцы. Они говорят, если это был действительно инцидент, то есть несчастный случай, то Дейли, вот этот вот корабль, взорвал просто прекрасный... Ну, предоставил прекрасный страйк. Это удар. То есть он сделал идеальный удар. То есть он ударил вот эту колонну. Вот эта колонна, это главная колонна, которая держала, в принципе, весь мост. Не только эту секцию. А они пишут, что конструкция этого моста был основной упор, был на главную секцию. Это вот главная секция, это вот эта вот колонна. То есть они говорят, если это был инцидент, то инцидент был выбран идеально. Почему-то не ту колонну, не вон ту колонну ударил, а именно ту колонну ударил, которую нужно ударить, чтобы весь мост сложился. Понятно? Дальше смотрите, значит, какой коллапс они показывают. Вот эта карта Балтимора. Смотрите, красным крестиком, вы видите, красным крестиком показано, где этот самый мост вот этот, который рухнул. Не мост рухнул, а пролет, который... Ну вот сам мост, да, красным крестом мостик показан. Видите? Сейчас я постараюсь увеличить, посмотрим. Значит, смотрите, вот этот мост, это самая узкая горлышко. А здесь, вот это желтым, это доки. Это доки и портовые сооружения. То есть, смотрите, главные дороги подъезжают сюда. Здесь есть еще вот этот туннель. Вот они говорят, что есть вот этот туннель, маленький мост, он остался. Но он не предназначен для того, чтобы под ним проходили сухогрузы большие. Понятно? Туда они не могут пройти, по высоте не проходят. То есть, основной мост был вот этот. Пролеты были высокие, чтобы сухогрузы проходили. И теперь смотрите, что получается. Ребята, я в шоке. Это реально сделано специально. Это не может быть инцидент. Реки, это главный мост. Сюда идет, в южную сторону от Маткрестика. Это идет океан, выход к океану. А северная часть от Крестика, это здесь все вот эти вот доки. То есть, желтым подчерчены все доки и портовые сооружения. То есть, сюда со всей стороны свозятся грузы. Вот в эти вот терминалы портовые. Вот это все. Раз. Извините, нажала. Сейчас увеличу. Значит, смотрите. Я вообще в шоке сама. Я с вами вместе вот одновременно новости получаю. Я и вам показываю. Смотрите, сколько портовых сооружений теперь зажато. То есть, из этих портов не могут вывести вообще ничего. Раз. Портовые здесь вот для гитидоки сооружения. Два. Три. Этот вообще крупный. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. То есть, и тут еще ряд мелких. Да. То есть, девять крупных портовых терминалов полностью закрыты. Вот написано порт. А в Балате может шиппинг терминал. То есть, это были терминалы портовые, которые оказались теперь полностью закрыты из-за того, что этот мост рухнул. То есть, если нужно было ударить почему-то, это был просто идеальный вариант. Это, знаете, это хуже, чем если разрушить Крымский мост. Это хуже. Потому что здесь, в принципе, грузы со всей страны свозятся. И сюда же они доставлялись. Ребята, вот момент. Только сейчас мне в голову пришло. В этот порт грузы приходили не только, точнее, не только выходили из США. Они сюда, в этот порт, они сюда приходили. Они сюда приходили, в этот порт приходили грузы из-за границы. Как вы знаете, в США сейчас ничего не производится. Бабичу может вылезти сейчас, визжать, как резанный по поводу США. Но в США не производится ничего. Даже туалетная бумага производится сейчас в Китае. В Китае производятся все медикаменты для США. Ребята, если у вас не хватает сейчас медикаментов в США, идите закупайте сейчас, потому что скоро медикаменты пропадут в аптеках. Значит, все медикаменты производятся в Китае. И их в этот порт завозили. Понимаете, вот в чем момент. Не только вывоз грузов из США теперь будет прекращен. Ну, по большей части, потому что это один из самых крупнейших портов. Но и завоз грузов из Европы, из Азии, из Индии будет сюда закрыт, в этот порт. Соответственно, они не смогут разгрузить эти шиппинг-контейнеры, чтобы развести эти грузы по США. Там придется ехать в Хьюстон. В Хьюстоне там, в принципе, нефтяные терминалы. Там очень маленький порт. Туда не денешься. Ехать в Калифорнию, это нужно ехать, оплывать вокруг. Это добавится. И там тоже мощности таких нет, как здесь, как в Балтиморе. То есть, есть еще Калифорния. Но я не удивлюсь, если теперь в Калифорнии какой-нибудь произойдет вот такой вот неожиданный эпизод, и что-нибудь случится. Вот. Так что, значит, смотрим теперь дальше, что говорят наши новостные каналы, американские, точнее. Тейнс, подождите секундочку. Вот, на русском языке перевели, я думаю, к этому времени уже. Перевогу перевели. Ки-бридж в Балтиморе, полностью разрушив брыж, от движения транспорта. Так, перейдите. До часов утра грузовое судно Дали врезалось в одну из главных опорных колонн моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, полностью разрушив море. Как я сказала, этот канал первый, который сейчас вышел, и говорит, что скорее есть слухи, что это была кибератака на саму лодку. Поэтому слушаем, откуда он узнал про кибератаку, что, откуда такие новости, я еще этого не смог, только сейчас услышала с этого канала. Несколько автомобилей в океан, и отрезав один из крупнейших портов на восточном побережье от движения транспорта. Это массовое происшествие со смертельным исходом. Они называют это катастрофой. И что мы знаем прямо сейчас, так это то, что по-видимому судно сообщило, что в него отказало рулевое управление. Выпустило предупреждение перед тем, как дрейфовать в сторону моста и врезаться в опорную колонну, разрушив все сооружение. У нас есть видео, я, конечно же, воспроизведу более длинное видео. Вы можете видеть здесь на экране, как рушится мост, на нем было несколько автомобилей. Там были, по-моему, бригады дорожных строителей. Я думаю, что они спасли двоих до сих пор. Да, здесь говорится, что двое были спасены. Один, по-моему, в тяжелом состоянии. Там может быть до 20 человек, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. В первую очередь, это перекрытие крупного порта, что повлечет за собой серьезные экономические проблемы. Я видел много сообщений о том, что это крупный порт въезда для транспортных средств, въезжающих с восточного побережья, но это еще не все. Этот мост, мы откроем карту и пройдемся по всему этому, но это окажет серьезное влияние на то, что произойдет. Теперь вопрос в том, как это могло произойти. И две большие теории, которые циркулируют на X, это найм разнообразия и кибератака. Честно говоря, ребята, я думаю, что гипотеза о найме разнообразия или теория, как бы вы это ни называли, немного хромает. Многие люди утверждают, что они используют местных судоводителей или капитанов. Ребятки, по поводу найм разнообразия, это то, что я говорила. Это diversity, inclusion, equity и inclusion. Это когда набирают не по навыкам и по опыту, когда набирают по гендерному и сексуальному принадлежности. То есть геев, если берут геев, лесбиянок, трансгендеров и не берут белых. Сейчас, как бы, очень много, вы, наверное, слышали, что у Боинги, только что у человека в Боинге просто убили. Боинг, он был whistleblower, то есть это whistleblower, это как Snowden, то есть который открыл, что в Боинге понабирали вот этих вот, не по опыту белых инженеров, а понабирали там черных, понабирали мексиканцев, наркоманы там, наркотики можно было покупать на Боинге. И что полное халатное отношение к сбору самолетов Боинга. Он это сообщил, его должны вызывать были в Конгресс на слушание, и его убили в эту ночь, когда, ну, когда следующий день должен был он вытнесом, выступать свидетелем, его просто-напросто убили. И он и говорит, что эта проблема сейчас как бы такая, что не набирают специалистов, а набирают по гендерным вот этом вот diversity, inclusion, inequity, да, ну, хорошо у Бабичев diversity, 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 хорошо, правильно будет diversity. Я не говорю, что у меня идеальное произношение английское, вот, но ты, Бабичев, слов даже английских не знаю, начнем с этого. Ты даже не знаешь, что такое diversity, inclusion, ты, наверное, первый раз услышал у меня на канале. США рисуют деньги, мы их продаем. Бабичи, так, дело в том, что у тебя деньги твои скоро стоят ничего не будут, что ты их рисуешь. Ты можешь рисовать их до какого-то времени, а потом ты даже туалет не обклеишь. Если советскими деньгами можно было хоть туалет обклеить, твоими электронными деньгами, Бабичев, ты не обклеишь ничего. Если ты, дурачок, не понимаешь, что деньги США сейчас просто валятся в пропасть, и все эти воины сейчас идут для того, чтобы США свой доллар в туалет не рухнул. Вот и все. Кстати, это не США доллары, дурачок ты, Бабичев. Это доллары не США, это доллары Федерального резервного фонда, это доллары евреев. Ну, ты себя, наверное, к ним причисляешь, но тебе от этого кусочка не перепадет, Бабичев. Деньги эти Федерального резервного фонда, это частные банки, банка, это частная ассоциация банкиров. И тебе, и США эти доллары, ты берешь их взаймы. США берет деньги, доллары эти взаймы у Федерального резервного фонда, который не федеральный, который просто принадлежит всяким Рокфеллером и Ротшильдом. Граждане США берут деньги у них взаймы, которые действительно, они печатают, не США печатают доллары Бабичев из воздуха, а печатают из воздуха ФРС деньги. А США берет их взаймы, отдает с процентом, и ты, дурак, свои налоги платишь для того, чтобы эти напечатанные из воздуха деньги отдавали реальными деньгами, реальными товарами Федеральному резервному фонду с процентами. То есть ты даже такой тупой, ты даже не понимаешь, что это не доллары США. Ты тупица, ты полная. Ты не сознаешь, что США такой же раб системы, как и все остальные. Это доллары не твои, это доллары не США, это не доллары граждан США, это доллары федеральные, это доллары еврейских банков, вот этих хазар, которые захватили глобалисты, захватили власть. Американцы такие же рабы, как и все остальные. Ты, как человек в США, не имеешь никаких прав, там нет никаких ни прав, ни свобод, ничего. Всем рулит эта хазарская мафия глобалистская. Вот и все. И если ты до сих пор тупой, ты не сознаешь, что США такой же раб системы, как все остальные, то ты полный идиот. Вот когда тебя и твоих детей отправят воевать на Украину за НАТО, вот тогда я посмотрю на тебя. Радуешься. Я не радуюсь, я тебе правду говорю. Если ты бабичев тупой, до сих пор дожился до хрен каких лет, прожил в США 30 лет, и ты не понимаешь, что доллары США это не твои. И эти доллары США, они ни хрена не США, а они просто банкиров, то ты сам тупой, и тебе надо лечиться. И кто смотрит его канал? Ребята, не смотрите канал бабичев, потому что он вообще полный идиот. Он только может, только бла-бла-бла с вот такими украинцами. Доводит меня. Хазар, Хазарин. Я думаю, что пилот это правильное слово. Я не уверен. Корабль это по сути сингапурский корабль, но он заходит в порт и выходит из него. По-видимому, некоторые люди говорят, что по этой причине они используют местных жителей в качестве водителей, и что из-за разнообразия найма. Этот человек не смог должным образом управлять кораблем, что привело к некоторому перегреву двигателя, он сгорел, что-то случилось. Честно говоря, я не знаю. Я не знаю точно, что происходит. Вы можете видеть, как огни на грузовом судне ненадолго погасли, что заставило многих говорить о кибератаке. Теперь мы не знаем, мы не знаем. Но, конечно же, неделю назад Рон Пол предупредил... А принц Арабас, хазары это не татары. Хазары это даже не евреи, в нашем понимании, евреи. Это они потом под евреями мимикрировали. Но они жили на территории... Это был хазарский каганат. Они жили на территории Украины. Знаете, как вот был еще поэма про вещего Олега. Как ныне сбирается вещи Олег надавать неразумным хазаров. То есть он хазар разгромил. Это были торговцы, это были сатанисты. Они поклонялись там Баалу. Они приносили жертву людей. И они, значит, обирали там все караваны, которые шли от славянских земель, они шли туда на Европу. И Олегу и нашим русским князям остахренело то, что они постоянно... Вот они тогда занимались еще ростовщичеством, эти хазары. Им надоело. Он пошел и их разогнал, этих всех хазар. Они, значит, быстренько мимикрировали под евреев. Сказали, мы теперь не хазары, мы евреи. И они ненавидят с тех времен вообще русских и всю русскую расу, потому что наши князья русские. И они захватили тогда Киев. Они эту хазарскую всю тварь, эту шваль выгнали с Киева. Вот они как бы рассеялись по всему миру. Ну, быстренько мимикрировали под евреев, типа того, что мы евреи. Они нифига не евреи, они зианисты, зианисты вот эти вот. Они сатанисты на самом деле. Вот. И они нас ненавидят. И они сейчас все вот эти Виктория Нуланд, вот эти все Блинкины, вот это все вот эти вот хазарики, которые нас ненавидят. Какая Нуланд вам татарка? Какая? Она говорит сама, что она еврейка. Она говорит, что мои предки с этой Украины, с Восточной, я ненавижу Россию. Я ненавижу русских. Блинкин та же самая песня. Там собрались вот это полностью вся шваль вот эта вот, которая контролируется Моссадом, контролируется Израилем. Вот это вот они чем и занимаются. Вот. И вот Бабичев, видимо, один из этих хазариков. Ага. Еврей. И он мечтает, что доллары. Ой, у нас мы печатаем доллары. Так не ты печатаешь, Бабичев. Не ты. Ты только доллары эти берешь в долг и свои налоги платишь для того, чтобы проценты заплатить за этот доллар. А то, что доллар в любой момент... Таня, ваш доллар этот деревянный, наш рубль деревянный, он обеспечен нефтью, газом, золотом, алмазами, электроэнергией, атомными станциями, кораблями, ледоколами и так далее. А вот доллар как раз таки не обеспечен ничем. Ничем. Доллар не обеспечен. Ноль. Напечатано долларов столько, за которым ничего не стоит. У России запасов золота столько, сколько покрытие, все долларовое там эквивалент. В России практически нет внешнего долга, Татьяна. В Америке долг сейчас 34 триллиона долларов. Это внешний долг. Это не вообще столько ресурсов в мире, ну не в мире, а в США, чтобы обеспечить эту массу этого доллара. Что ты несешь, дурочка ты, Таня, что ваш рубль никому не нужен? Да нам плевать, нужен он, наши ресурсы всем нужны. Наш рубль обеспечен нашими ресурсами. А доллар не обеспечен ничем. Напечатали столько, что всю Америку продадите, и у вас не хватит денег, средств и ресурсов обеспечить этот доллар. Доллар вообще совершенно, это бумажка пустая, которая на данный момент только вот этим вот американским якобы флотом. Но этот флот начали уничтожать хуситы прекрасно. Хуситы сейчас бомбят дронами этот флот, и флот кораблей топит американские. Вот, так что, Бабичев, беги хотя бы, сними свой доллар и купи себе там хоть туалетной бумаги. Это будет ценнее в ближайшее время туалетная бумага, чем этот доллар. Что в этом году произойдет событие Черный Лебедь, и он не единственный. Это не просто идея, которую он только что придумал. Многие предупреждали, что по многим причинам, если вы знаете, если вы знаете, что я имею в виду, произойдет событие Черный Лебедь. Так что, конечно же, набежали, набежали бабичевские, значит, эти подсобники, ресурсы, это олигархов и Путина. Нет, ресурсы принадлежат России. За счет этого бюджет пополняется, строятся мосты, строятся, восстанавливается Донбасс и так далее. Путин что, из своего кармана восстанавливает это все, или олигархи восстанавливают? Не надо нести чушь. За время спецоперации Россия забрала себе акции всех самых крупнейших ресурсов добывающих компаний. Зайдите в любую ресурсодобывающую компанию, посмотрите, кому принадлежат 50% акций. Написано Российская Федерация. Также большинство бирж забрала Россия себе. Так что вы не несите бред. А в США кому ресурсы принадлежат? Кому? В США вообще ничего стране не принадлежит. Все принадлежит каким-то частным лицам. В США вообще ничего государству не принадлежит. Даже землю они уже продали. Половина земли принадлежит Белугейцу, остальная половина земли принадлежит Китаю. А Бабичи вообще не в курсе ничего, что происходит вообще в стране. Бабичи, иди работай, иди, зарабатывай свои нулевые доллары, которые ничего не стоят. Туалеты даже не сможешь открыть. Я тебе говорю, купи туалетную бумагу, это будет дороже стоить, чем твои доллары. И что-то на уровне таких событий, как я не знаю, 9-11. Вот о чем беспокоятся многие люди. Позвольте мне... Сейчас вам покажу прикол один. Пока Бабичев тут... Вчера я сделала, я буду делать передачку, ребята. Вот смотрите, вот очень интересную картинку американцы рисуют. Это на американском гугле я нашла. Смотрите. Очень такая интересная картинка. Вам не кажется? Нарисована США, карта США, на ней стоит большая гиря. И на гире нарисована депт, это долг. То есть США полностью завалена долгом. Понимаете? Америка, вот Америка, Америка. Америка страна банкрот. Америка в долгах. 34 триллиона долларов долг США. Выплатить его невозможно. То, что ты рисуешь сейчас эти крестики-нолики в виде долларов, это надолго не хватит. Это все развалится очень скоро. Вот смотрите, опять-таки картиночка в гугле. Картина маслом, как говорится, да? Картина маслом. Извините, это не то, это с моего ролика. Вот, картинка. Это то, что американцы рисуют. Смотрите. Америка цепью привязана к ядру чугунного. На котором написано Д, доллар. А что мы не разрабатываем свои ресурсы? Мы можем себе позволить покупать у третьих стран, которым Россия... Татьяна что-то пишет. Третьих стран, которые принадлежат вашей ресурсу, и вам не принадлежат... Татьяна, ресурсы России принадлежат. Половина бюджета России заключается за продажей ресурсов. Вы не в курсе, что ли, что эти деньги с ресурсов идут в казну Россия? За счет чего восстанавливается Донбасс? За счет чего сейчас идет война на Украине? За счет чего строятся эти танки, самолеты и так далее? За счет чего? Путин со своего кармана, что ли, платит? Это продажа ресурсов. Экономика России сейчас номер пять в мире, номер первая в Европе. За счет чего? Долларами сыт не будешь, правильно Олег говорит. Скоро доллары жрать будешь. Так доллары, извините, уже их ты и не съешь, бабичек. Потому что это циферки на компьютере. Ты даже их и не сожрешь, эти циферки. Это американцы рисуют. Сейчас, ребята, количество отпечатанных долларов из воздуха один триллион в три месяца. То есть в три месяца триллион долларов дополняется. Значит, за год получается четыре триллиона в год. Это такими темпами. И уже у США даже не хватает налогов, чтобы просто процент платить на эти доллары. Бабичев или тупой, или я не знаю, он живет какой-то... Это вот при Трампе было, смотрите, при Трампе было 32 триллиона было при Трампе. Смотрите, картинка была американская. Трамп тащит на себя Америку, а здесь, значит, долг США тянет себя вниз. 22 триллиона в госдолг США. И Трамп пытается это вытащить. То есть при Трампе госдолг был 22 триллиона, сейчас госдолг 34 триллиона. И они сейчас еще взяли полтора триллиона, снова приняли бюджет. Из них куча денег отправляется Израилю на помощь, и Украине там какие-то крошки страхнули. Остальное идет на обслуживание мигрантов, которых они запустили, бесконечных. Они запустили... Они, значит, эти деньги идут на обслуживание всяких вот этих вот трансгендеров, чтобы им помогать. Но в основном это на обслуживание миллионов мигрантов, которые запустил Байден. Это будут потенциальные люди, которые будут голосовать за Байдена. Вот куда идут эти триллионы долларов. Они бабичу, тебе они не идут, тебе от них ничего не светит, ты с этого ничего не получишь, тебе не холодно, не жарко. Чего ты за этот доллар США переживаешь? У тебя инфляция бешеная. Инфляция бешеная. Яйца были по доллару, теперь яйца 7 долларов, коробка. Зайдите на мой канал. У меня написано... Я перед отъездом снимала видео в Трейдер Джо магазин. Трейдер Джо магазин. Я снимала в октябре. Посмотрите, какие цены там. Там яйца по 7 долларов, коробочка. Органик яйца. И я еще снимала в этот магазин, называется... Не Walmart, второй магазин. Я в двух снимала. Вот в этом и... Новый магазин открыли, забыла название. Я вспомню, скажу. Ну, там два магазина у меня. Я снимала и там, и там. Я показываю одно яблоко. Одно яблоко доллар стоит. Яблоко. Одно яблоко доллар стоит. Потом беру картошку. Картошку. Одна картошка стоит там 90 центов. То есть почти что доллар стоит одна картошка. Я говорю, это не килограмм. Написано each за одну картошку. Посмотрите, это какая инфляция. Это раньше стоило все копейки. Теперь это все стоит в 10 раз дороже. И они еще говорят, что нет инфляции в США. Я попросила свою дочку. Она буквально на днях зайдет в магазин. Она еще снимет вот прямо буквально свежие цены в США. И мне пришлет видео, я вам выложу. Но все говорят, что США врет про инфляцию. На самом деле цены повысились на некоторые продукты в 2-3 раза. А то и в 4. И они вырут, что только там 3% инфляции или 4% инфляции. Полное вранье. Безработица просто skyrocket в США. Увольняют людей, сокращают. Я вчера на стриме показывала русских эмигрантов, которые сидят, плачут, что даже им бесплатную еду не дают. Они говорят, мы ходили раньше, брали бесплатную еду. Теперь там не дают, потому что столько эмигрантов приехало. Там такая очередь стоит за этой бесплатной жрачкой, что мы не можем получить, мы, говорит, в Америке уже давно, мы не можем получить бесплатную жрачку. И она говорит, мой муж там, это было, вчера стрим мой был, ребята, я его выложу чуть попозже, сделаю нарезки, выложу, посмотрите обязательно. И она, значит, говорит, что в этой очереди за бесплатной жратвой стояла куча эмигрантов из бывшего Советского Союза, там и украинцы, и русские, и там армяне, все стояли. Говорит, мы увидели там известных блогеров, которые рассказывают, как классно жить в США, и они, говорят, стоят в очереди за этой бесплатной жрачкой. Ну, я не хочу, как бы, то есть вчера был стрим про это, а сегодня стрим про мост, давайте, как бы, не будем отходить. Это Бабичер заходит и троллит меня просто. Я покажу вам это видео. У нас есть это от Энди и нет. Давайте посмотрим, сможем ли мы сделать это достаточно большим. Так что вы можете видеть судно прямо здесь. Теперь обратите внимание на тех, кто смотрит, прямо сейчас огни выключаются. Прямо перед тем, как мы заговорим, за секунды до того, как он врежется, как только он начнет поворачиваться и направляться прямо внутрь, огни снова зажгутся, и тогда все будет кончено. Бах. Вот оно что. Так что давайте посмотрим, о чем идет речь в этом промежутке времени. Мы смотрим примерно на 15 секунд. На данный момент судно направляется прямо на мост. И вы можете видеть, что на мосту в этом видео горят автомобильные фары. Балтимор, штат Мэриленд. И вот оно что. Это выглядит так, как будто мост рушится. Весь мост просто полностью разрушается. У нас есть другие ракурсы. Я думаю, что у нас есть другой ракурс прямо сейчас. О, это может быть, это может быть то же самое. Те же кадры просто увеличены. Да, хорошо, это то же самое. Те же кадры просто увеличены. Многие люди, так что Арон Макентайр говорит, что было много предположений о том, было ли это результатом кибератаки, или просто еще одним примером нашего кризиса компетентности. Одно можно сказать наверняка, мы создали систему, которая зависит от уровня сложности, который мы не можем надежно поддерживать. Так что если вы посмотрите прямо сейчас в этом видео, все огни на корабле выключатся до того, как он по-видимому повернется, и из него повалит черный дым прямо в опорную колонну. Я думаю, что у меня есть оригинал твита Эндрю Тейта, где он говорит, что на корабль была совершена кибератака. Огни гаснут, и он намеренно направляется прямо к опорам моста. Иностранные агенты США атаковали цифровую инфраструктуру. Ничто не является безопасным. Надвигается черный лебедь. О боже. Прямо сейчас... Ребята, черный лебедь это событие, это неожиданное событие. Когда что-то случается неожиданно, непредвиденно. Вот что такое черный лебедь, ну для американцев. У нас бы это было бы... Ну найдите аналогию в русском языке, когда вот что-то случилось неожиданно. У них это черный лебедь, состояние черного лебедя. То есть не ожидали, не ожидали, и вот, бэм, что-то произошло. То есть черный лебедь. Сейчас над нами летают вертолеты. Дамы и господа, мы находимся на смехотворно близком расстоянии от этого моста. Для тех из нас, кто работает здесь в Тимкаст, это окажет прямое, я думаю, что справедливо будет сказать, что это окажет косвенное влияние на нас. Но теперь, возможно, прямое влияние, это лучший способ выразить это. Я имею в виду, посмотрите, мы не часто пользуемся этим мостом, но мы действительно пользуемся аэропортом Балтимор-Вашингтон. Так что есть три основных аэропорта, которые обслуживают наше шоу. У нас есть БВИ, АД и ДЕЙ. Это аэропорты, обслуживающие район Вашингтона, округ Колумбия. Балтимор — это вариант. Он находится на одинаковом расстоянии. Так что если вы приземляетесь в Балтиморе, вы едете прямо на запад и попадаете в западную Вирджинию. Или если вы приземляетесь в округе Колумбия, АД — это самое худшее, потому что вам приходится как бы проезжать через округ Колумбия, в то время как АД находится прямо за его пределами, но это те аэропорты, которые мы используем. Аэропорт Балтимор-Вашингтон находится в паре миль, если не меньше, от этого моста. Теперь этот мост не только находится под угрозой обрушения, что приведет к закрытию порта Балтимор, но и к закрытию альтернативного маршрута вокруг Балтимора в направлении 95 в Филадельфию и Нью-Йорк. Это окажет огромное влияние на наземный транспорт. Водитель грузовика. Я не знаю, использует ли... Ребята, это то, что я вам до этого говорила. То есть я уже этот анализ проанализировала и вам сказала, что это будет очень огромное событие негативного влияния на всю инфраструктуру вот со стороны Балтимора. Поэтому он повторяет просто то, что я вам до этого сказала. Грузовики, этот маршрут. Я полагаю, что они делают это, когда пытаются избежать проезда через Балтимор. На самом деле я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, проезжают ли водители грузовиков через туннели, когда едут через Балтимор. Я не знаю, используют ли водители грузовиков этот маршрут. Я должен представить, что они это делают, но часто и водители грузовиков, вы, ребята, можете прокомментировать это, вы знаете об этом лучше, чем я. Они объезжают города именно из-за высоты мостов, туннелей или чего-то еще. Так что дай мне посмотреть, смогу ли я найти эту карту здесь. Ты можешь увидеть это здесь в Google. Так что прямо здесь у нас есть аэропорт и Балтимор-Вашингтон. И мы действительно используем аэропорт Балтимор. Конечно же мы находимся в Западной Вирджинии, прямо здесь, в Мартинсбурге, прямо здесь. Так что если мы поедем прямо из округа Колумбии или прямо, это это, это сопоставимое расстояние. Так что это повлияет на то, сможем ли мы использовать Балтимор или нет, если это приведет к массовым пробкам из-за загромождения остальных дорог здесь. Это 695. Это межштатная автомагистраль. Ты берешь. Где 9595? Проходит через Балтимор. Вы можете увидеть это здесь. 695 это альтернативный маршрут, чтобы объехать город Балтимор, чтобы вернуться на 95-ю и продолжить свой путь через Делавер. Так что это не только дороги, чувак. Я полагаю вопрос в том, была ли это кибератака? Позволь мне немного рассказать о том, что мы знаем. У нас есть газета Нью-Йорк Таймс, которая дает нам краткие обновления. И я просто скажу прямо сейчас, прежде чем мы займемся какими-то размышлениями и экспериментами, размышлениями и спекуляциями, извините. Я думаю, что это первое, о чем я подумал, когда увидел эту кибератаку. Я скажу тебе почему. Это вполне возможно. Этот корабль потерял управление, такое случается. Как многие люди указывали в социальных сетях, я больше не верю в совпадения, особенно учитывая то, что произошло в Москве. Хотя Владимир Путин сказал, что нападавшие были исламистами. Так что несмотря на то, что он сказал, что они бежали в Украину, и Украина может быть замешана, они похоже замешаны. Это может быть экстремизм, исламизм или что-то в этом роде. Но когда мы имеем дело с активной степенью войны, я думаю, что вы не должны сомневаться в идее несчастных случаев. Прямо сейчас презумпция наших правоохранительных органов, наших военных, нашего федерального правительства, должна заключаться в том, что это была атака? Немедленно. Взгляни на журналы, взгляни на систему управления. Кто пилотировал это? Был ли он на автопилоте? Использовал ли он GPS? Что там происходило? Я видел взломы промышленных систем управления еще 10 лет назад, я не помню точно, что они делали. Но они говорили о том, чтобы взломать автопилот или запутать датчики на кораблях так, чтобы корабли случайно повернули не в ту сторону. Мы уже давно знаем об этом, и я думаю, что людям нужно понять, что когда дело доходит до кибератак, они просты, ужасающе просты. В инфраструктуре этой страны им от 50 до 100 лет. Я имею в виду не все из них. Я прочитал этот действительно захватывающий отрывок из Тривии, и в нем был задан такой вопрос, какая машина является старейшей, которая до сих пор работает в Соединенных Штатах. И я, наверное, разрушаю настоящую Тривию. Я этого не делаю. Я не уверен, что это самое старое, но они упомянули, что электросеть для большинства городов была построена более 100 лет назад, сейчас ей около 120 лет, и она не обновлялась. У нас все еще есть эти старые столбы, мы просто поставили их обратно. Эту машину никогда не заменяли. Мы просто построили на ней. Мы починили ее и в некоторых местах. Но что вам нужно понять, так это то, что дело не столько в линиях электропередачи. Дело в том, что есть нечто называемое промышленными системами управления, и это не так уж и сложно, это не значит, что все они одинаковы. Но 10 лет назад, 12 лет назад на съездах DEFCAN и Black Hat, и они делают это каждый год, наверное, это называется промышленным взломом систем управления. Они очень легко говорили о том, что все это небезопасно, и они не знают, сможем ли мы это обезопасить. Большая часть этой инфраструктуры была построена в 70-е годы. Многие технологии, используемые на этих больших судах, относятся к 70-м годам. Взгляни на эти самолеты, на которых мы летаем. Взгляни на частные самолеты серьезно, и ты увидишь, что многие из них очень-очень старые. Взгляни на частные самолеты, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, и ты легко найдешь модель 1990 года выпуска. Модель 1980-х годов выпуска, и они по-прежнему стоят миллионы долларов, и они по-прежнему работают. И они могут обновлять бортовое оборудование и все такое, но это все еще старые машины, которые просто медленно ремонтируются. Теперь они медленно ремонтируются и модернизируются. Я полагаю, тогда вы вступаете в спор о корабле Тесея, и вы можете утверждать, что эти обновления отремонтировали многое из этого оборудования. Но меня очень беспокоит, что это может легко стать кибератакой и привести к огромному экономическому ущербу, который мы понесем из-за этого. Порт Балтимора закрыт. Балтимор уже находится в кризисе. В газете New York Times говорится, что в Балтиморе обрушился крупный мост после того, как его протаранило грузовое судно. Официальные лица искали ремонтные бригады дорог, извините меня. Начальник пожарной охраны Балтимора Джеймс Уоллес сообщил журналистам на пресс-конференции, что официальные лица искали более семи человек. Губернатор Уэс Мур заявил в своем заявлении, что он объявил чрезвычайное положение и находится на связи с Питом Бутин. Секундочку прерываю, потому что я параллельно с вами смотрю новости в Твиттере. И вот американец пишет. Значит, они говорят, что черт возьми, наши так называемые друзья из Украины уже радуются новостям о том, что 20 американцев пропали после разрушения моста в Балтиморе. Они говорят, что это наказание Америки за то, что они не послали больше миллиардов налогоплательщиков на Украину. Это те люди, которым Байден посылает наши кровно заработанные деньги. Это вот реакция американцев. То есть, значит, они предоставляют скриншоты. Вот пишут, значит, смотрите, американец, этот украинцы пишутся с гербом Украины. И у него имя в Твиттере Поляница Укр. Поляница Укр. Он пишет. Они уже радуются атакам в Крокус-Сити и они уже радуются разрушению этого моста. Перевод такой. Отлично. Вместо того, чтобы дать Украине снаряды и самолеты F-16, чтобы разрушить Крымский мост, они разрушили свой собственный. Это солидарность. Мы надеемся, что жертвы, мы надеемся, что жертва, это жертва в память террористической атаки в Крокус-Сити. Вы представляете, украинцы, они уже вообще потеряли берега. Вообще потеряли берега. Они радуются не только разрушениям в России, они радуются разрушениям в Америке. И им отправляют деньги миллиардами. Дальше вот такой пишет саботаж. Украинец тоже саботаж. Пишет. Punishment for Pindos. For choosing snot and leaving Ukraine to its mercy. Это наказание пиндосам за то, что они проглотили, заживали помощь и оставили Украину на судьбу, на их судьбу. То есть, на волю судьбы, скажем так. Но американцы пишут, в Трике мировая война уже на пороге и американская империя во главе. Да, они, видимо, что они хотят, they all want us to be finished and Biden is helping them. Они хотят, чтобы Америка была разрушена и Байден им помогает. Это глобалисты. Он имеет в виду, что глобалисты хотят, чтобы Америка рухнула и Байден им помогает. Бабичев, ты, если такой тупой, ты надеешься, что такие печатанные доллары помогут тебе? Они не помогут. Когда они будут приходить, корабли с лекарствами, со стройматериалами и с ресурсами в этот порт Балтимора, и у тебя на полках не будет туалетной бумаги, которая в Китае производится, можешь свои вот эти напечатанные доллары засунуть себе в дубу твою. Какие люди тупые? Меня вот просто поражает тупизна вот этих вот евреев-таджиков, которые живут в Америке и гордятся, ну, а с Америки доллары, да засунь себе в задницу. Когда ты будешь без лекарств, без одежды, которая в Китае производится, потому что корабли не смогут пройти в этот порт, чтобы разгрузиться, что ты будешь делать? Таджикам. До девяти. Судно представляет собой 948-футовое грузовое судно под названием «Дали». Владельцы судна сингапурского флагмана заявили, что оно врезалось в опору моста около часа 30 утра. Все члены экипажа, включая двух пилотов на борту, были учтены, и на корабле не было никаких травм. Он покинул Балтимор в час ночи и направлялся в Коломбо, Шри-Ланка, согласно морскому трафику. Мост назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, написавшего «Звездно-полосатый флаг», пародию на обложку в стиле Виртель. «Звездно-полосатый флаг» на самом деле был основан на другом наборе музыки, к которому он написал слова. Это очень интересно, не так ли? Так что у нас есть кое-какие обновления. Вы можете видеть, что это мост Фрэнсиса Скотта Ки. Сейчас мы не знаем, как долго он будет выведен из строя. Кажется, у меня есть твит. Джошуа Стейнман говорит, что несмотря на человеческую трагедию, порт Балтимора будет выведен из строя на некоторое время дни недели. Как один из крупнейших в стране, это окажет значительное влияние на экономику, и множество вопросов нуждаются в тщательных ответах. Как это могло быть возможно? Как один из крупнейших портов в стране мог быть так легко выведен из строя? Смехотворно безумно. Чувак, можно было бы подумать, что у нас есть какая-то простая защита барьеров для этих опорных колонн, учитывая, что вы можете убить людей, если врежетесь в них. Не говоря уже об экономическом ущербе, как у них не было никакого барьера для этого. Это меня удивляет. В одном твите просто говорится, что люди строят предположения о команде Дей, но корабль находится за пределами Сингапура, так что это маловероятно. Если на корабле установлена система управления полетом по проводам, его не так уж и сложно атаковать. Так что мы не знаем наверняка. Взгляни на это. Это, я полагаю, рендеринг, я не знаю, но вы можете видеть, где произошел удар. Река, Потапска, мост... Рендеринг, ребята, это 3D-модель, 3D-симуляция. Говорят, что мост имеет длину около 1,6 миль. Вы можете взглянуть на это сегодня утром со съемочной площадки СМИ. В Нью-Йорк Таймс есть изображение. Они закрыли воздушное сообщение над этим районом, так как в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. По данным морского трафика, согласно которому отслеживаются суда по всему миру, около 40 судов, в том числе 34 грузовых судна, в настоящее время направляются в Балтимор. Они говорят, что это приведет к некоторым задержкам в доставке грузов. Мы ожидаем, что это будет иметь волновой... Ребятки, секундочку, я сразу для вас новости, как только поступают в Твиттере, сообщаю, что, говорят, более 20 человек были там на мосту, которые попали в воду. И что более 10 автомобилей упало из моста в воду. Температура воды 9 градусов, поэтому те, которые попали в воду, если они не выбрались быстро из машины, даже если к ним быстро они подплыли лодки их забрать, они не выживут. Эта вода слишком холодная. Пока еще слишком рано говорить о том, какое влияние это окажет. Министр транспорта Мэри Лэнда назвал это катастрофическим событием. Белый дом только что опубликовал следующее заявление. Президент был проинформирован о обрушении моста, продолжающихся поисково-спасательных работах. Он продолжит получать обновленную информацию. В прошлом году порт Балтимора обработал рекордное количество грузов. Взгляни на это. Ты смотришь, чувак, большинство людей живет на побережьях. Порты въезда это то, как мы получаем вещи. Вот как мы получаем вещи. Вот почему понадобится. При ударе 250 мега джулей, коллужин энергии from a normal strength cruise ship. Они могут, мост может спокойно выдержать 250 миллионов джулей, конклужин энергии, выделенная при столкновении даже с круизным кораблем. То есть средний мост может выдержать даже столкновение с круизным кораблем. Выдержать должен. А он не только не выдержал, он вообще развалился. Поэтому очень странно все. Амский канал так важен. Вот почему Суэцкий канал так важен. Вот почему хуситы, нацелившиеся на грузовые суда в Красном море, так опасны. Мы не перевозим грузы. Самый важный транспорт, который я должен сказать, это международные перевозки контейнеров туда и обратно. Это будет, это будет масштабно. Чувак, давай перейдем к более политическому аспекту этого. Из Дейли-Кола. Это очень, очень опасно. Рон Пол говорит Такеру-Такеру, что американцы должны подготовиться к черному лебедю. Это было интервью Рон Пола. Он, вы сейчас спросите Бабичева, кто такой Рон Пол. Он понятия не имеет, кто такой Рон Пол. Рон Пол это бывший сенатор. И он выдвигался на должность президента США против Джорджа Буша-младшего. Он бежал как ранил, да, ранил. То есть он выдвигался как независимый, индепендент. Мой муж за него голосовал, за Рон Пола. И у него сейчас сын Рен Пол. Он сейчас сенатор США, абсолютно против политики Байдена выступает. Наверное, тоже ненавидит Америку, да, Бабичев? Если сенатор выступает против политики Байдена, против открытых границ, против вот этих мигрантов, против того, что деньги отправляются на Украину вместо того, чтобы свои мосты ремонтировать. И там мост был построен в 70-м году, начали строить, и в 77-м там закончили. Сколько лет этому мосту? Вот. И, да, давай, значит, скажи, что Трамп тоже ненавидит Америку, да, потому что он критикует Байдена. То есть все, кто критикует Байдена, они все ненавидят Америку, по словам этого Бабичева, недоеврея, получается. То есть вот это, как он приводит интервью Рон Пола с Сакером Карлсоном. Такер Карлсон его приглашал буквально, когда он уже вернулся после интервью с Путиным, был интервью, и он предупредил, что Америка должна приготовиться for black swan event. Black swan – это черный лебедь, то есть это какое-то неожиданное событие, которое может в любой момент, ну, что-то такое, типа теракта, да, или там какое-то вот крушение чего-то. Вот оказывается, и вытащили это интервью несколько дней назад с Такером Карлсоном. Смотри, время от времени мы делаем рассылку безопасных и готовых к употреблению блюд датком, и причина этого заключается в таких вещах, как это. Никогда не знаешь, что может случиться. Это может произойти в одночасье. Это то, что мы видели. Это то, что нам рассказал Эрик Принц. Хорошо, Blackwater. Я не знаю, ушли ли они уже, но это тот самый парень, который основал Blackwater. Я спросил его, основываясь на вашем международном опыте, как вы думаете, движется ли... Он имеет в виду, что он разговаривал с этим Эриком Принцем, это создатель Blackwater, это ЧВК, это ЧВК американская Blackwater, он его имеет в виду. С Токолапсу или гражданской войне. И он сказал, единственное, что я могу вам сказать, это то, что все, кого он знает, кто пережил крах правительства, говорят, что это происходит в одночасье. Перед сном все в порядке. Есть электричество, интернет, работает телевизор, течет вода. А потом ты просыпаешься и нет электричества. Нет телевизора, нет водопровода. Вот так вот. Ты знаешь этого человека? Я думаю, люди не осознают, насколько хрупка вся эта система. На самом деле, очень-очень трудно построить большую машину. Очень легко засунуть скрепку в шестерни, взорвать все это к чертовой матери. Вот что ужасно. Взгляни на этот мост прямо здесь, на это изображение, которое у нас есть из Нью-Йорк Таймс. Им потребовалось пять лет, чтобы построить этот мост. Пять лет. Это чудо инженерной мысли человека. Я имею в виду, что все эти мосты действительно, действительно прекрасны. Я люблю мосты. Я думаю, что они прекрасны. Я думаю, что это потрясающе думать о том, что мы решили, что нам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы переправить фургон или что-то в этом роде. Я не знаю, смогли бы вы сделать это над чем-то таким большим, но знаешь ли, ты играешь в оригонскую тропу. Подумай о той огромной управленческой мощи, о количестве человеческого труда, энергии и ресурсов, которые ушли на строительство этого моста. На добычу нефти и транспортировку этих вещей, на формирование этого бетона и металла. А потом, в один прекрасный день, обычное грузовое судно, проходящее между, я скажу просто между этими этими опорными балками, теряет мощность всего на короткое мгновение. Всего лишь краткий миг. И одно столкновение выводит из строя весь порт. Вы можете построить автомобиль, чудо инженерной мысли, а затем кто-то может залить в него не ту жидкость, и все это сломается. Вы можете уронить мрамор не в то место и разрушить все это. Скрепка для бумаг может что-то заклинить. Это одновременно и поразительно, и ужасающе, когда вы начинаете понимать, насколько хрупка система. Так что я полагаю вопрос в том, кибератака? Некомпетентность? Может быть. В этом одном твите, позвольте мне вытащить его. Они, они указывают на то, что я не знаю, я не знаю, правы ли они. Так что давайте посмотрим. Так вот, один человек говорит, чего я не понимаю, так это вот чего. Давайте предположим, что враждебное государство ведет многолетнюю кампанию промышленного саботажа против США. Пожары на заводах, взрывы на нефтеперерабатывающих заводах, крушение поездов, морские катастрофы, происходящие раз в месяц или даже раз в неделю. Какова конечная цель? Трение. Это на 100% верно. Мы видели крушение поездов. Есть. И вопрос в том, это нормально или интернет усиливает это, потому что мы обычно не слышим об этом. Честно говоря, я не знаю. Но вот что мы видим. Крушение поездов, взрывы и пожары на складах. Несколько лет назад произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, и мы не знаем, связано ли это с кибертехнологиями. И не только несколько лет назад. Вот прошлым летом был взрыв в Юстоне на нефтеперерабатывающем комбинате, и сгорело несколько ферм в Техасе. Там было около 10 тысяч коров, они сгорели летом. Непонятно, каким местом, когда как раз все коровы пришли на дойку. Это коровы, которые, знаете, по ранчу ходят. Они не стоят там на ферме в стойлах. Да, они ходят по ранчу. Их собрали как раз на дойку, и в этот момент какого-то черта загорелась вся ферма, и 10 тысяч коров сгорело. Вот, это в Техасе. Да, теперь, вот сейчас только что вы знаете, что были пожары в Техасе. Там вообще выгорело очень огромное количество пастбищ, и коров тоже сгорело. То есть такое впечатление, что вообще в Америке каждый день какая-то очередная такая вот экономического плана, технологическая, экономическая катастрофа. Поезда вот эти вот все падают, да. Заводы горят один за одним. Именно пищевого вот звена, пищевого, либо нефтеперерабатывающего звена. Не то, что там, знаете, людей много погибает, а именно инфраструктурные вот эти вот события происходят. Или нет, но трение это конечная цель. Прямо сейчас у вас идет экономическая гонка. Одна вещь, на которую я люблю ссылаться, это ловушка Фукидида. Всякий раз, когда растущая экономическая держава приближается или вот-вот превзойдет доминирующую экономическую державу, возникает тенденция к войне. Так что я не должен говорить, я не должен говорить всякий раз. Но они ссылаются на эту ловушку Фукидида. В истории человечества было 16 случаев, когда растущая экономическая мощь была близка к тому, чтобы вытеснить доминирующую державу. И 12 из этих 16 случаев приводили к крупной войне. На что мы сейчас смотрим? Может ли это быть связано с тем, что, как нам известно, Китай проводит кибератаки на США и Великобританию? Может ли это быть кибератакой, направленной на подрыв нашей экономики, чтобы Китай мог расти быстрее? Реальность? Ребята, ну хотя бы Россию не обвиняют. Давайте начнем, скажем уже, спасибо. Но опять-таки, Тим Пул, он консервативный блогер. Обычно они пророссийские и против украинские. То есть они про Трамп, против Байдена. Поэтому они не будут обвинять россиян. Они как бы переживают за Китай в основном. Ну почему мы все в Китай отправили? Почему производится все в Китае? И Китай, поскольку они все делают, им легко взять власть, поменять в США. Типа того, что мешает. Я думаю, что это все глобалисты. Тут ни Китай, ни Россия, никто не участвует. Это все глобалистические, вот такие саботажные. Это Дип Стейт, вот этот вот. Это вот эта вот нацистско-хазарская мафия, которая пытается миром управлять, всем миром привести к глобальному правительству. Им нужно разрушить Россию, Украину, Китай тут же и США. Почему они думают, что Китай за этим стоит? Я думаю, что за этим стоит глобальное правительство. Такова. Порт Балтимор абсолютно важен для развития военно-промышленного комплекса. Почему? Конечно, американские военные могут действовать независимо от того, закроется порт или нет. Но транспортировка транспортных средств и ресурсов способствует экономическому росту. Гражданские лица, конечно же, играют важную роль в разработке оружия. Ты знаешь, есть один парень, который отправил партию стали. Да, с одного завода на склад была отправлена целая партия стали, и ты знаешь, для чего это нужно. А потом большая часть этой стали попадает на производство оружия. Дело даже не в этом. Женщина, которая работает в закусочной дальше по улице, однажды заболела, и теперь у них некому работать. Давайте предположим, что у всех их сотрудников есть три сервера, и теперь мужчины и женщины, которые помогают военно-промышленному комплексу с помощью административных целей. Или иным образом отвлекаются куда-то еще, потому что им приходится завтракать где-то в другом месте. Это всего лишь микроскопический сбой в общем масштабе вещей, но ты видишь, как все это взаимосвязано. Они говорят, что обычно мы останавливаемся на полпути по дороге на работу, чтобы позавтракать, как это делает большинство людей, или это закусочная прямо на улице. И мы больше не можем там есть. Так что теперь нам нужно увеличить нашу рабочую нагрузку или время в пути на 30 минут, чтобы сходить пообедать. Людям нужно есть. Малыш. Малыш, я знаю, я знаю. Люди могут принести свой обед с собой. Есть много вещей, которые вы можете сделать. Что я хочу сказать, так это то, что если вы атакуете достаточное количество этих пунктов и создадите трение, нам будет труднее расти и реагировать. Я имею в виду, что я действительно могу сделать это намного проще для вас. Китай и США участвуют в забеге на 100 метров, и каждый из этих инцидентов – это камень, брошенный нам под ноги. Ни один из этих камней не обязательно разрушит нашу гонку, но вы можете наступить на несчастный случай и немного споткнуться. В конечном итоге вы выбрасываете кучу камней, и теперь вы пытаетесь пробежать через поле камней. Или еще лучше намазать пол клеем и адгезивом. Это не остановит вас, но замедлит. И в этом-то и заключается суть. Не говоря уже о человеческих жертвах. Натали Динолд говорит, что люди думают, что это всего лишь мост. Нет, это крупный американский порт, и теперь он практически отрезан. Она говорит, что на нее нападают за то, что она говорит, что это было сделано намеренно. Люди просто не обращают внимания. Ты же знаешь, когда Рон Пол выходит и говорит, что это происходит. Я думаю, тебе следует, тебе следует, тебе следует прислушаться. Этот парень умный парень. Недавно на прошлой неделе он появился в шоу Такера Карлсона и сказал, я думаю, мы приближаемся к тому моменту, когда произойдет что-то неожиданное. Я верю в эту теорию черного лебедя, что что-то всплывет, и это будет неконтролируемо. Событие черный лебедь определяется как событие, которое невозможно предсказать, с чрезвычайно широкими последствиями, которые бросают вызов базовым предположениям. Согласно Институту корпоративных финансов, который привел в качестве примеров 11 сентября, Brexit, крах доткомов и COVID-19. Но люди спрашивают, что они могут сделать. Я думаю, что самое важное это понять, что происходит. Это образование. Вот почему у меня есть программа домашнего обучения, которая пытается научить этому с раннего возраста. Хорошо, вот что я тебе скажу. Если ты еще этого не сделал, скачай руководство по выживанию, скачай 4 или 5 штук на свой телефон. У тебя должны быть резервные аккумуляторы. У тебя должно быть что-то вроде этого. Ну, я не знаю, есть ли для этого правильное слово. У тебя должно быть зарядное устройство, которое способно заряжаться вне электросети. Так что эти резервные аккумуляторы это здорово, но ты должен подключить их. У нас здесь в TeamCast среди прочего есть кое-что о чем я не буду упоминать, но я могу сказать тебе прямо сейчас. В этой комнате на самом деле буквально вон там. У нас есть эти большие батареи. Я думаю, что они называются Евдельта, и ты подключаешь их, они заряжаются и держат очень-очень большой заряд, и ты можешь подключиться. Мы целый час гоняли наш кондиционер от этой штуки. Кондиционеры потребляют много энергии, много энергии. Так что эти штуки великолепны, потому что ты можешь установить на них солнечные панели, и мы уже провели эти тесты, где мы разложили эту огромную сеть солнечных панелей. И получили время зарядки этих вещей до пары часов с помощью этой огромной взаимосвязанной сети солнечных панелей. Я не собираюсь спасать мир, но я говорю тебе, что умение вырабатывать электричество это то, что может спасти твою жизнь. Это может спасти твою жизнь. Ты понимаешь это? Эй, угадай что? Ты можешь зарядить свой телефон. В твоем телефоне будет информация, а у тебя есть руководство по выживанию в чрезвычайной ситуации. У тебя есть сумка с припасами? Эй, не бери, я не возьму это у меня. Я не собираюсь проводить с тобой тренировку по выживанию в враждебной среде. Я ничего не знаю об этом. Я просто говорю, что надеюсь, что вы предприняли эти меры предосторожности, потому что в этом году, в этом году все по-другому. Со всем, что они бросают на Трампа, я не вижу, чтобы мы пережили этот год без потерь. Уже, уже с этим обрушением моста это плохо. Как долго будет закрыт Балтиморский порт? И что это значит для нас? Для тех из нас, кто здесь в Тим Кэст, это в основном наш порт для импорта. Я не знаю. Может быть будет сложнее достать какую-то электронику, ты же знаешь и есть другие порты, посмотри на меня неправильно, но это может привести к повышению цен на многие вещи. Что более важно, это может быть признаком того, что должно произойти, и это может стать еще хуже. Я оставлю это там. Следующий сегмент выйдет в эфир в час дня по этому каналу. Спасибо, что уделили мне время, и увидимся со всеми вами позже. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Что же при таком массовом несчастном случае, как этот, предпринимаются различные усилия с участием федеральных, государственных и местных чиновников? В данный момент основное внимание Тони уделяется поиску и спасению и воссоединению всех, кто находился на этом мосту или рядом с ним, со своими семьями. Я бы предположила, что была создана группа реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь координировать эти усилия. И в определенный момент, когда прошло более пяти часов с момента инцидента, агентам придется принять решение о том, когда прекратить поисково-спасательные работы, исходя из температуры воды и прошедшего времени. В дополнение к этому одновременно, Тони, мы знаем, что ведется расследование того, как это произошло. Проводится интервью с пилотами судна, с экипажем и с выжившими. Одновременно мы также должны ожидать, что сразу же после этого Министерство транспорта и координация с властями Мэрилэнда будут искать способы безопасно перенаправить движение, которое проходило бы по этому мосту. Я отмечу, что недели или месяцы заторов в других точках инфраструктуры в этом районе сами по себе являются риском для безопасности и имеют экономические последствия. Вау! Сэм, большое тебе спасибо! Роберт, я хочу сейчас перейти к тебе, поскольку мы видим эти аэрофотоснимки. Вот так мост ушел под воду. А на других кадрах в прямом эфире мы видим, как это выглядит в данный момент. Это массивный, массивный объект инфраструктуры, который сейчас находится в гавани Балтимора. Что ты знаешь, Роберт, о процессе ввода такого крупного грузового судна, как это, из порта Балтимора. Ты упомянул ранее в нашем разговоре, что на борту может находиться американский пилот. Просто расскажи нам об этом процессе, о том, что мы могли бы знать о стандартных процедурах работы в этот час. Да, Тони, так вот что происходит. У нас есть пилот, имеющий государственную лицензию. В данном случае это пилот, имеющий лицензию штата Мэриленд. Он чрезвычайно хорошо квалифицирован и знает эту территорию как свои пять пальцев. Они должны пройти обучение в течение примерно семи лет, чтобы даже получить квалификацию. Этот пилот поднимается на борт судна в порту, на причале на пирсе. Для тех, кто подошел, только что повторяю, что пилот в этом случае это капитан корабля. Пилоти отдают приказы рулевому, человеку, который на самом деле управляет судном. А затем они выведут судно в порт. Этот пилот на самом деле сходит на берег, садится в маленькую лодку и возвращается на сушу. Это процесс, который хорошо зарекомендовал себя за многие-многие столетия. И поэтому они будут, ты знаешь, они будут смотреть на обмен информацией между пилотом и экипажем судна, чтобы увидеть, как это взаимодействовало. Роберт, говоря о стандартных процедурах работы, часто есть прецедент для массовых несчастных случаев. Наши спасатели тренируются для таких ситуаций. Но ты когда-нибудь видел что-то подобное в своей карьере? Ну, мы имели дело с НЦП. Я проработал в НЦП 15 лет. Мы имели дело с ситуацией, когда судно врезалось в один из пирсов, пирс с отбойниками для моста Бэй в Окленде, но, к счастью, мост не рухнул. Так что это отличает этот случай от того, с которым мы столкнулись в 2006 году. Роберт, ты упомянул процесс вывода судна из гавани, подобный этому, процесс, который работает уже много веков. Эта гавань существует с 1600-х годов. Этому мосту почти 50 лет. Никто еще не врезался в него так. Это заставляет меня думать, что это была не проблема пилота, а, возможно, механическая проблема на лодке. Ты видишь что-нибудь, что указывало бы в этом направлении? Ну, это еще предстоит выяснить. Что я действительно заметил на видео, так это то, что прямо перед столкновением из трубы, из дымовой трубы, выходит много дыма. И это указывает мне на то, что с мостика корабля был отдан приказ значительно увеличить мощность. И что это делает, так это увеличивает обороты пропеллера через пропеллер, что затем помогает увеличить управляемость судна. Так что я действительно это заметил. Что на самом деле выйдет из этого, еще предстоит увидеть. Ранее начальник пожарной охраны не сообщил слишком много информации о том, что на самом деле было сказано, возможно, по телефону. Ожидаем ли мы, что в ближайшие пару часов узнаем, что было сказано за мгновение до того, как это произошло, чтобы получить представление о том, что могло вызвать это? Ну, существует несколько различных типов связи. Есть связь между 911, ну, есть связь между кораблем и берегом, которую мы должны слышать, но что мы, возможно, никогда не услышим, и, вероятно, никогда не услышим. Так это связь между пилотом и рулевым. Бывший главанц Проберт, Саманта Виноград, всегда рады видеть вас обоих при таких обстоятельствах. Ваш анализ невероятно важен. Мы ценим это. Мы не будем сейчас это смотреть, сейчас другое покажу вам. Значит, смотрите. Так, секундочку. Хорошо, без очков. Ну, я не заключила. Перевим. Значит, смотрите. Тут уже конспирологические, конечно, теории пошли. Мы сейчас кое-что рассмотрим. Вот это, значит, видео. У нас очень известный конспиролог. Он уже говорит, что, по его мнению, просто мост, он называется пуштовер, то есть, наверное, на него нажали, на этот мост. Сейчас я вам покажу это видео. Вот, смотрим, что американцы думают по этому поводу. Сейчас попытаюсь перевести. Секунду, переводим. Так, значит, тут люди считают, что какая-то еще переводится. Секундочку, посмотрим. Еще около минуты перевод. Хотя тут, наверное, нету текста. Сейчас посмотрим. Так. Так, вот смотрите, что он пишет. Он не пишет, а то он сделал графическое видео, и он показывает стрелки. Смотрите. Вот на обоих сторонах over lines severed both ends. То есть, вот тут вот были эти линии проводов на обоих концах, и он говорит, что с такими линиями проводов что-то случилось. Смотрим еще раз. Вы видели? То есть, вот на этой опоре, которая вообще не относится к кораблю, вот тут пошел взрыв какой-то. Вы видите? В этом вот месте, еще раз смотрите, корабль вот здесь. Вот мы смотрим. Легите, тут несколько опор, да? То есть, вот эта опора, это где ударил корабль. А вот эта опора, видите, вот эта вот палочка торчит, это линия передач электрическая. И потом он показывает, что вот здесь взрыв идет, в этом месте, где линия передач. Смотрите еще раз. То есть, значит, вот тут корабль, это опора, а здесь вот другая опора, и здесь линия передач. И вот он ставит стрелочки, показывая, что эта линия передач, она была на обе опоры, передавала электричество. И, видите, вот тут какой-то взрыв происходит в этом месте. Почему? 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 Вот хорошо, мост рушится, а почему тут взрыв происходит? И вот тут в этом месте тоже какой-то взрыв. На обоих сторонах вот этой опоры происходит взрыв. Очень странно. Сейчас посмотрим комментарии, что люди здесь пишут в комментариях. Они говорят, что в Витрике мировая война началась с того, как выпустили COVID-19. Это вот мы видим продолжение этого. Потом люди пишут, что на 12 секунды ты видишь, что правая сторона ближайшие опоры была, она упала до того, как вот та вот длинная часть. На 12 секунде вы видите, что правая сторона ближайшие опоры упала до того, как другая, более дальняя порция упала. Да, я вижу, что это может быть горят и не электрические арки, а что-то другое. Как будто бы несколько разных локаций сломались и загорелись в стальных опорах. И это же keyport location, indeed. Они говорят, то есть это, конечно же, ключевая, ключевой порт. Это ключевой порт не какой-то другой, а ключевой порт. короче, да, люди как бы думают, что тут что-то не так. Nothing to see here. То есть, типа, какое совпадение, да? А что это? Опять кого будем обвинять теперь? Путин, Айран, Хамас? Кого? А, это опять climate change. Это, наверное, изменение климата, наверное, ударило по нас. А тут пишут strategically done, то есть стратегически сделано. То есть, мы сейчас видим с вами, ну, выход дьявола, дьявольскую работу. Отличная позиция для камеры. Don't you think? Не думаете ли вы? Это power lines are still up and can't be seen. То есть, они говорят, что линия передач все еще там. Тогда что тогда загорелось? Если линия передач все еще там, на месте, и это не они загорелись, то что тогда там? В общем, непонятно, invaders. В общем, короче, ребята, тут люди не очень-то верят, что это все просто так. Некоторые думают, что это все не просто так произошло. Тут еще было одно видео, которое тоже сделал человек, который показывал нам о том, чтобы огни пропали на лодке. он первый это заметил. И он еще одно видео выпустил. Я пытаюсь найти это видео. Сейчас, секундочку, я думаю, что мы его найдем. Ну, тут вот интересные как бы кадры есть. Смотрите, посмотрим. Это живой, по-моему, репортаж сейчас идет. Вот показывает. Пока смотрите, я сейчас поищу второе видео. Катастрофа, конечно, полнейшая. Так, ну, это мне неинтересно, надо чисто следить за одним местом, чем много людей смотрит. Я хочу найти вот это видео, которое я вам говорю. Сейчас я его перезагружу. Специальный репортаж идет в Балтимуре. Это специальный репортаж NBC News. Вот Саванна Гатри. Всем доброе утро. Мы немного пораньше выступаем с последними новостями. Сегодня утром в Балтимуре произошла ужасающая сцена. Грузовой корабль врезался в мост Фрэнсис Скотт Ки и обрушился за ночь. Вы можете посмотреть видео, на котором видно, как вся конструкция разваливается на части. Это мост длинный в полторы мили, перекинутый через Балтиморскую гавань. Том Костелло из NBC находится прямо здесь, на месте происшествия. И Том очевидно, что мы беспокоимся обо всех, кто был на мостике, в том числе о членах экипажа грузового судна. Что вы можете нам сказать? Каковы последние новости на данный момент? Все верно. Сегодня утром мне исполнилось 30 лет. Судно под флагом Сингапура, грузовой корабль врезался в одну из опорных конструкций, один из пилонов, если хотите, поддерживающих мост Фрэнсиса Скотта Ки. И вместе с этим весь мост, как вы видели на этом видео, рухнул в воду. Воды. Здесь просто потрясающая сцена. А это важнейшая транспортная артерия, мост Фрэнсиса Скотта Ки, ведущий в порт Балтимор и вокруг него, который, как вы знаете, является одним из самых загруженных портов страны. И сегодня утром это создаст огромную логистическую проблему. Губернатор штата Мэриленд объявил чрезвычайное положение. Министр транспорта Пит Бутиджик находится в контакте, я бы сказал также и с губернатором штата Мэриленд. Пожарная служба и береговая охрана проводят спасательные операции с самого раннего утра в поисках любых потенциальных жертв, которые могли оказаться в воде. И мы слышали, что возможно в воду упали семь человек, а может быть и больше. Мы считаем, что на корабле не... То не пропал без вести. Однако мы обеспокоены тем, что возможно на вершине моста в момент обрушения находились строительные рабочие и что они возможно попали в воду. Вода. В результате это масштабное поисково-спасательная операция и некоторые сотрудники полиции штата Мэриленд описывают ее как продолжающийся инцидент с массовыми жертвами. Это происходит прямо вдоль важнейшего коридора Ай-95, который конечно же является важнейшей артерией вверх и вниз по восточному побережью. Так что если вы планируете ездить вверх и вниз по восточному побережью через Балтимор, имейте в виду, что это повлияет на движение транспорта. Участникам дорожного движения предлагается избегать шоссе 695 и вместо этого ехать по Ай-95 и 895. Тем не менее, как и следовало ожидать, в настоящее время в нашем районе проводятся масштабные чрезвычайные операции. Мы находимся чуть дальше по дороге от этого моста, который перекинут через реку, простите меня, и конечно маловероятно учитывая состояние этого моста, что там произойдет что-то серьезное. Заниматься какой-либо деятельностью, конечно, в течение некоторого времени. Прямо сейчас речь идет о спасательных операциях по спасению человеческих жизней. Корабль называется Дали. Как вы сказали, он плавает под флагом Сингапура. Насколько я понимаю, он только что вышел из гавани Балтимора, предположительно с грузом. Если вы внимательно посмотрите на видео, то увидите, что это грузовое судно. Оно выглядит очень темным, когда врезается в опорную конструкцию. Вы знаете, никто не может строить догадок, но когда он ударяется о несущую конструкцию, то выглядит очень, очень темным. Что вы об этом думаете? Ну, не только это, но обратите внимание, что прямо над ним кажется идет дым от самого корабля. Все это со слов очевидцев, которые также сказали, что им показалось, будто они видели дым, исходящий от корабля. Так что это очевидно будет частью нашего расследования. И я должен сказать, что все мы, кто живет в районе Большого Вашингтона и Балтимора, и кто очень хорошо осведомлен о том, насколько важным мостом является мост Фрэнсиса Скотта-Ки. Ошеломлены тем, как одно грузовое судно могло пройти по этому мосту вон отсюда. Во-первых, как они могли попасть в опору, и во-вторых, как это возможно, что этот мост был настолько уязвим для того, чтобы его могло поднять одно грузовое судно. Я согласна. Несмотря ни на что, как вы знаете, это так и есть. Да, и это важный порт. Порт Балтимора обрабатывает просто огромный объем грузов, и утром все это очень похоже на нажатие кнопки пауза в связи с продолжающимися поисково-спасательными работами. Операция продолжается. Там все еще темно, и мы смотрим на некоторые изображения сверху, Том. Я не знаю, можете ли вы видеть. Кажется, у нас появились какие-то новые изображения, сделанные с воздуха. Так что нам нужно дождаться восхода солнца, чтобы увидеть, насколько это обширно. Как вы уже упоминали, длина этого моста составляет полторы мили. Он известен как ключевой мост в Балтиморской гавани. Ребята, новости поступают в Твиттере. Пишут, что ФБР-агент, который только что сообщил, что не исключил террористическую атаку на Балтиморской мосте, он был назначен агентом, специальным агентом вчера. То есть его вчера... Представляете, какое совпадение? Этого человека назначают вчера агентом, специальным агентом Балтимора, начальником специальных агентов ФБР Балтимора вчера, а сегодня происходит ночью это событие. И он тут же выступает и говорит, что ФБР не нашел никаких признаков терроризма. И люди говорят, очень странно, значит, его вчера только назначили, он еще ничего не исследовал, ничего не произошло, никаких изменений. Вчера его назначают, а сегодня он уже выступает и говорит, что мы уверяем, что это никаких нету признаков терроризма. Он является частью шоссе 695 Ай-695, района с интенсивным движением транспорта, как вы знаете. Можете ли вы сказать, действительно ли это так? Вы видите что-то вроде части моста, которая, по-видимому, все еще стоит и ведет наверх. Я имею в виду, справедливо ли будет сказать, есть ли у вас какое-либо представление с вашей точки зрения, обрушился ли мост целиком или это частичное обрушение моста. Ты же знаешь, Саванна, я собираюсь это сделать. Вот в чем дело. У тебя такой же хороший обзор, если не лучше, чем у меня, потому что я нахожусь примерно в миле отсюда по дороге, и мы, конечно, не можем перейти эту дорогу, потому что она упирается прямо в мост. Но эти аэрофотоснимки, которые мы рассматриваем, действительно дают нам наилучшую перспективу, и на мой взгляд, это выглядит как полное обрушение моста. Возможно, только крошечный его фрагмент все еще стоит, но это просто невероятная серия событий, которые привели к этому. Мост здесь, в Балтимире. Ну что же, как вы и сказали, до сих пор числятся пропавшими без вести до 20 человек. Судоходная компания утверждает, что все сотрудники ее грузового судна находятся на учете. Это хорошая новость. Есть сообщения о рабочих строителях, которые в это время находились на мосту, и, возможно, пропали без вести в воде, и говорят о том, какие там условия. Вы стоите. Это прямо здесь. Здесь очень-очень холодно. Насколько нам известно, температура воды в реке Потапска составляет около 48 градусов по Фаренгейту, что, конечно, очень быстро вызывает опасения переохлаждения. Ну что же, и это произошло в 30 часов утра. Так что, если бы кто-нибудь вошел в эту воду, вы были бы очень обеспокоены возможностью выжить в этот момент. Здесь, на суше, около 35 градусов тепла, и у нас здесь дует небольшой ветерок. Немного. Мне сказали, что некоторые члены семей строительных рабочих собрались на ближайшей заправочной станции, расположенной чуть дальше по дороге. В поисках и ожидании есть хоть какие-то сведения о том, были ли в безопасности их близкие. Но на данный момент у нас нет никаких сведений на этот счет. Мы ожидаем пресс-конференции от властей штата Мэриленд и, как мы полагаем, полиции штата, и надеемся получить дополнительную информацию. И вы правы, количество потенциальных жертв в последнее время сильно возросло по всей карте. Мы слышали о семи жертвах. Мы слышали о двадцати. Проблема в том, что мы не знаем, сколько машин или людей могло находиться на мосту в один момент времени. Было 30 часов утра, и он ушел в воду. Так что да, здесь очень много вопросов, на которые нет ответов, но это просто невероятная череда событий, связанных с обрушением моста, и не только с этим. Поскольку у нас есть видео, момент столкновения действительно поразителен. Как я уже упоминал, НЦ будет руководить расследованием, но мы все еще находимся на стадии... Вот мы сейчас посмотрим. Это новое. Это новое видео, которое тоже выпустил вот этот вот человек, который следит за перевозками. То есть канал, канал у него по перевозкам, контейнерным перевозкам, и он именно этим занимается. Он до этого первый обнаружил, что электричество пропало на лодке на этой. А теперь, значит, он еще одно видео выпустил. Посмотрим. Так, перевели. Исходят при отправке. Так что, коротко о новостях. Я хочу показать тебе видео, на котором видно, как грузовой автомобиль МВ Доули отходит от причала в порту Балтимора. У меня где-то, по-моему, еще работает видео. Сейчас. Ты говорила с этой женщиной? Нет. Я имею в виду, мы не говорили с ней, с... Ты смеешься. Не пойму, где у меня еще видео? Не пойму. Для будущего референции, это будет вас не повредить? Нет. Я просто смотрела на это. Я просто смотрела на это, и это было... Нет, нет, это нормально. Тотально нормально. Тотально нормально. Не могу понять, где-то работает еще видео какое-то. не могу понять, где? Где работает видео? Есть, Да нет, ну... Не знаю, ну... Не знаю, ну... Не знаю, ну... Не знаю, это не лейк, не знаю, я знаю, это не лейк, не знаю. Вот, нашла, закрылся... Кто болтает у меня? Это не ну... Какой-то ужас, ребята, это у меня что-то болтает, и не понятно, где у меня что-то болтает. Что такое? Какая-то загадка! Объясните мне, где... Где у меня болтает какая-то... Какой-то непонятный хтук. Это специально для нашей семьи, это круто. Грузовой автомобиль МВ Доули отходит от причала в порту Балтимора. Вот и Долли. Там будут два буксира, Бриджит и Эрик Макалистер, которые должны подойти и отвезти судно от причала. Ты видишь здесь линию его пути, когда оно направляется к выходу. Я пойду дальше и позволю этому продолжаться. Здесь я немного ускорил воспроизведение, так что вы сможете увидеть, как оно происходит немного быстрее, чем обычно. Подходят два буксира, они снимают судно с якоря, и судно направляется прямо сюда, на трассу. Я собираюсь приостановить движение прямо здесь, и мы продолжим здесь. Доля идет по своей дорожке именно так, как ты и ожидал. Два буксира оставляют ее в покое. В этом нет ничего необычного, мы видим, как это происходит постоянно. Она находится в канале. Теперь этот канал открыт. Его можно использовать для двух кораблей одновременно, но обычно они предпочитают использовать только один. И вот вы видите один корабль, он находится немного слева от полосы движения, немного не по центру, но это нормально. Он движется со скоростью около 6 миль в час. Здесь скорость достигает 7-8 узлов. Я собираюсь пойти дальше и перестроиться. Вот здесь находится ключевой мостик, и именно здесь я хочу, чтобы это как-то совпало с тем, что происходит. Все в порядке. Слева – движение морских судов. Справа – прямая трансляция, которую мы ведем из порта Балтимор. Хорошо, я постарался синхронизировать это как можно лучше. Видео показываются не в один и тот же момент, но именно в этот момент мы видим, как Доли теряет управление. На этом видео она становится темной. В данный момент она отключена от сети. Вы видите, что судно движется прямо здесь со скоростью около 8,5 узлов, и в данный момент оно направляется к ключевому мостику. И опять же одна из вещей, в которой мы не уверены – это причина отключения электроэнергии на судне. Это механическая проблема. Это компьютер? Это топливо? Мы просто не знаем, но корабль погружается в полную темноту. И позволь мне внести ясность. Худшее, что может случиться на корабле – это потеря энергии. Все становится тихо. Тишина на корабле – это враг. Это значит, что все пошло наперекосяк. Вот здесь мы видим, как судно выходит из воды. Оно только что вышло из секретного терминала, который вы можете видеть прямо за ним. Это секрет. На самом деле она была на этом причале, прямо здесь, где находятся подъемные краны, прямо под центральной частью моста, и сейчас спускается. Так что она все еще продолжает спускаться. В данный момент она развивает скорость около 8,5 узлов и движется вниз по ламаншу. Теперь я могу воспроизвести это практически в режиме реального времени. Через минуту мы продолжим и увеличим скорость. Но я хочу добраться до того момента, когда она восстановит свою мощность включен. И по мере продвижения мы увидим, как на судне снова включатся огни. В данный момент возникает большой вопрос о том, есть ли у корабля рулевое управление или нет. Это ключевой момент. Если у корабля нет рулевого управления, значит корабль выходит из-под контроля. Ты ничего не сможешь сделать. У корабля должен быть готов к спуску якорь. У тебя должна быть команда на носу, но вопрос в том, там ли еще эта команда. Они стоят на готове? Они должны быть на месте до тех пор, пока не минуют мост и канал. На борту находится лоцман из Мориленского залива, который консультирует капитана судна. Прямо в этот момент, я надеюсь на 16 канале и других каналах связи, которые они будут использовать, объявляют о проблемах. Чтобы они знали, что у них будет портативное радио, так что им не понадобится корабельная радиостанция. Вот здесь ты видишь как возобновляется подача энергии на судно. Так что теперь доля снова подключена к электросети. Она начинает дрейфовать. Если вы посмотрите на движение судов здесь, то увидите, что в этом месте она начинает дрейфовать к южной стороне Ла-Манша. Значит она начинает свое движение. Не забывай, что это судно водоизмещением около 100 тонн, так что это судно внушительных размеров. У него будет большая инерция, и если бы они потеряли мощность, то руль не слушался бы. Так что где бы этот руль не находился, даже если он находится в мертвой точке, он не обеспечивает никакой маневренности, потому что крутящий момент передается от пропеллера. Пропеллер захочет повернуть корабль. Теперь мы видим, как из корабля валит дым. Вот и дым выходит наружу. Мы склонны думать, что корабль начинает снижаться. Они попытаются убраться подальше от корабля, и это будет сигналом, который мы увидим здесь, если корабль начнет замедлять ход. Так что я запустил его прямо сейчас. Он немного не синхронизирован. Он просто не совсем точно рассчитан по времени. Мы немного отстаем в просмотре видео. Но ты же видишь, что корабль начинает терять вес. Он начинает отрываться от земли. Скорость снизилась до 7,6 узлов. Сейчас корабль выходит из Ла-Манша, и на нем все еще лежит большой груз. Это может привести к небольшой потере маневренности. Мы знаем, что судно бросает якорь по левому борту, но мы просто не знаем, когда оно бросит якорь по левому борту. И снова из сосуда выходит еще больше черного дыма. Это либо неисправность двигателя, либо проблема И с сосудом и с трубой. И еще в том, что судно пытается дать задний ход. И тогда вы столкнетесь с мостиком. Вот тут-то вы и увидите, что скорость снижается примерно до 1,5 узлов. И на видео вы увидите корабль, перед ним будет большой всплеск, когда судно ударит об эту сваю, и вы увидите обрушение пирса. На данный момент вы все еще видите черный дым, выходящий из сосуда. На данный момент корабль практически полностью остановился с точки зрения своей маневренности. Он все еще показывает небольшой путь вперед благодаря GPS. Просто требуется некоторое время, чтобы ACE и GPS синхронизировались с этим. И это момент столкновения, который мы увидим здесь в 28 часов утра по восточному поясному времени, разница между отце составляет 4 часа. Посмотри, как сильно ударились опоры, а затем мост обрушился. Так что это дает тебе возможность наблюдать за движением судов по мере его развития. Это текущее морское движение прямо сейчас. Ты увидишь суда, которые находятся на месте происшествия, катера береговой охраны, буксиры и баржи. И если ты немного увеличишь масштаб, я покажу тебе, какие последствия это может иметь. Так вот это и есть река Питаска. Это река, впадающая в этот регион. Все корабли, которые сейчас находятся в Балтиморе, застряли в Балтиморе. Они не могут выбраться отсюда. Это означает, что судам, которые там находятся, придется ждать, пока не будет очищен ключевой мост, и очевидно, это займет много времени из-за связанных с этим жертв. У вас здесь, прямо под мостом Бэйбридж, стоят суда, ожидающие прибытия в Балтимор. Многие из них — контейнеровозы и сухогрузы, ожидающие прибытия в Балтимор. Так что им придется либо сменить направление, либо отправиться куда-нибудь еще. А если вы пройдете еще дальше по заливу, то прямо в самом южном конце залива есть большая якорная стоянка для судов, направляющихся в этот район. Так что ситуация явно развивается. Мы продолжим следить за ней и дадим тебе знать. Прошу прощения за то, что здесь возникает такая случайная проблема, но очень сложно немного скоординировать работу этих двух систем и заставить их работать правильно. Я поработаю над более качественным видео, которое позволит более органично соединить все воедино. Но это всего лишь несколько коротких грязных новостей прямо сейчас по ходу дела. Вперед! Следите за новостями о том, что происходит с доставкой. Подписывайтесь на мой канал Икс Меор Каглианос для получения дополнительной информации. Так, ребятки, по-моему у нас появились какие-то данные от тем, кто на этом корабле. Капитан, ой, муже мой. Ребята, капитан корабля «Украинец». Короче, я сейчас захожу в наш телеграм-канал и посылаю это в телеграм-канал. Ребята, украинец, капитан корабля «Украинец» долго не хотели посылать, видимо, сообщения, и поэтому я вам еще говорила, почему никак не хотят сказать, кто капитан. Не хотели никак говорить. Так, я сейчас это все отправляю в наш телеграм-канал и мы посмотрим. А вот это, обратите внимание, это мэр города вот этого, мэр Балтимора, черный. Это просто кошмар. Молодой, вот этот вот, вот этот вот кучерявый, это вот мэр этого города. Вот, полная вообще, ни опыта, ни мозгов, ничего. Вот это вот, кто правит сейчас вот этими левыми городами. Вот такие вот люди. Все в порядке. Привет, доброе утро. Меня зовут шеф полиции Джеймс Уоллес. Я начальник пожарной охраны Балтимора. Сегодня утром ко мне присоединились наш мэр Брэндон Скотт, президент городского совета Мосби, член городского совета ПОР. В течение следующих 8-12 часов вы можете ожидать, что наши воздушные и морские средства будут продолжать функционировать на воде и в воздухе над нами. Нам нужно провести оценку повреждений самого корабля, прежде чем мы сможем подняться на борт этого корабля. И нам нужно продолжить наши подводные поиски, которые включают в себя различные типы гидролокаторов. У нас есть гидролокатор бокового обзора. Здесь у нас есть и другие возможности гидролокатора. У нас есть подводные беспилотники, с которыми мы работаем. И в течение всей ночи мы так... Это продолжающееся активное исследование, которое мы проводим... Вот это вам о чем и говорят, по поводу вот этого diversity, equity, inclusion. Вот этих вот понаставляли начальниками городов, мэрами, губернаторами. Вот в левых городах вот такое. Он должен быть геем, он или лесбиянка, или черный. По-другому никак. Потом удивляются, что у них в этих городах там вообще какие-то беспределы происходят. Вот его выставили мэром города Балтимора. Мы собираемся продолжать, как вы слышали от шефа Уэллиса, до тех пор, пока это необходимо. Мы будем это делать. Но мы должны думать... Лицо не безображено интеллектом. ...которые пострадали. А о людях, которых мы должны попытаться найти и обезопасить. Именно на этом сейчас должно быть сосредоточено наше внимание. Мы собираемся продолжать работать в партнерстве со всеми правительственными структурами, чтобы сделать все возможное для преодоления другой стороны этой трагедии. И после этого я передам это дело исполнительному органу округа ООШКИ. Благодарю вас, мэр Скотт. Я думаю, что сегодня утром мы все проснулись и увидели невыразимую трагедию. Теперь знаете, что посмотрим? Теперь мы посмотрим, перейдем в телеграм-канал. Говорят, что это украинец. Что-то украинец является... Ты-ты-ты... Сейчас, секундочку... Капитаном корабля... Секунду... Где мой? Сейчас мы откроем телеграм-канал. Ну, поступили сведения уже из твиттера, что якобы... Что якобы это украинец является капитаном этой лодки. Давайте посмотрим. Я уже себе в телеграм-канал сбросила. Неужели это правда? Это, конечно... Поэтому, может быть, и скрывали так долго. Не забывайте подписываться. Телеграм-канал Техасцы в России. Я туда все новости с твиттера сбрасываю, с американского. Значит, смотрите. Вот пишут, что капитан корабля украинец. Смотрите. Так. Сейчас смотрим. Значит, один... Он моторист. Он моторист. Индус был из Индии. Моторист. А капитан... Мастер. Мастер это капитан. Украинец. Так. Как же зовут его? Дайте посмотрим. Зарплата у него была 10 200 долларов в месяц. Гражданство Украины. Национальность Украина. Понятно? А вот почему у нас такая тишина. Потому что капитан корабля украинец. Вот так вот, ребята. Так. Сейчас посмотрим, если... Вот пишут тут, да, что это в твиттере было. Капитан лодки, которая ударила по мосту в Балтиморе, украинец. Он, наверное, обижен, что не дали вовремя помощь Украине. Понятно? И вот фотография его. Еще раз. Вот. Имя не сообщается. Пока что. Я не вижу. Но написано, что он капитан. 10 200 долларов в месяц. Гражданство Украина. Национальности Украина. И у него есть виза США, которая действительно до 26-го года. Вот такие вот дела, ребята. Сейчас я посмотрю, если есть еще какие-нибудь новости по имени его и фамилии. Это, конечно, было бы очень интересно узнать, если имя и фамилия его уже сообщили. Ну, они говорят, Украина это просто продолжение Израиля. Вот комментарии пишут в твиттере, что Украина это просто правая рука Израиля. А тут народ пишет, какое совпадение. Другие пишут, ну надо же. А этот говорит... Как? Они говорили, что будет местный. Как же говорит местный, если он украинец на визе? Вот так вот. Так что, когда узнаем имя и фамилия, я вам скажу. Ну, я вам говорила, что удивительно, удивительно, что никто не говорил долго о ни имени, ни фамилии, ни какой национальности. Долго говорили, что, скорее всего, он должен быть местный, наверное, местный, наверное, местный. И вот выяснилось, что капитан корабля украинец. Вот вы думаете, теперь очередной виток... Соответственно, очередной виток будет сейчас конспирологии, ребята. Потому что украинец капитан корабля. Вот так. Все, на этом я, наверное, сейчас закончу. Ребята, стримы уже долго стримим. В основном я хотела узнать, кто капитан. И вот мы как бы узнали эту новость, что капитан корабля украинец. И будем следить за событиями. В общем, на этом, я думаю, давайте заканчивать. Всем спасибо, что вы были на стриме со мной. Благодарю всем. Стрим выйдет в записи в ближайшее время. Всем, всем пока. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok